С чего начать озвучивать свое видео? Наверное, начну с того, что люди, которые выбрались из обстрелов, имеют определенные потребности. Например, в жилье, в одежде, в еде. Но, по сути, есть еще потребность такая психологическая. Если пойти на прием к психологу, которого предлагают, то это такая себе женщина или мужчина с тетрадочкой, которая фиксирует все ваши жалобы, говорит, что все будет хорошо, надо прописывать какие-то успокоительные и, по сути, в конце концов, говорит, что ничего страшного, вы в корнице будете говорить на украинском, будете любить Украину, ловите Украину, а этот негодяй Путин сдохнет. Многие люди, которые всю свою жизнь говорили на русском языке и имеют гражданство Украины, и, в принципе, любят Украину, для них это не очень является большим успокоением. Такая, в конце, фраза психолога, что, мол, вы дома будете сейчас говорить на украинском, и все наладится. Ну да ладно, это вообще маленькая такая проблема. Основная проблема заключается в другом, для переселенцев. Переселенцы в основном попадают в чужие дома, то есть их там расселяют через этот сайт Прыхисток. То есть это очень хорошая функция, при которой людям, у которых нет ничего, могут дать хоть что-то. Какой-то кровь, какую-то крышку на голову. Ну, по сути, это, как сказать, в первые дни хорошо. А в дальнейшем получается, ну, не то чтобы обратный эффект, получается как бы эффект нового напряжения. Новое напряжение возникает исключительно из того, что новые люди, которые оказываются в доме у чужих людей, они как бы... Когда человек приходит в гости, то он приходит в гости на пару часов. Человек держит ровно спинку, человек ведет красивые беседы, и все. В принципе, если в дальнейшем посмотреть на ситуацию, то эти люди идут к себе домой. Там они чистят зубы, подстригают ногти, разбрасывают свои полотенца по комнате. Или носки разбрасывают, общаются как-то между своими родственниками. Если такая же самая семья попадет в чужой дом, то в теории, в принципе, тоже человек ничего плохого не делает. Но телевизор накрутил всех так, что получается в каждом переселенце люди видят либо сепаратистов, либо каких-то бандитов из Донбасса, либо каких-то зеков Януковичей, похожих на него. То есть, если посидеть немножко в любых домах переселенцев, то каждый хозяин этих домов начнет спрашивать, почему вы там, на Востоке, совсем не любите Украину. То есть этот вопрос звучит так, будто бы это какое-то общепринятое понятие. То есть если это озвучили по телевизору, то это не значит, что каждый человек испытывает именно эти чувства. Большинство людей вообще не любят ничего, кроме своей семьи, своей жизни. И это не значит, какой-то конкретный город или что-то еще. Таким образом, переселенец, любой переселенец оказывается как бы в такой в себе двоякой ситуации. Вроде бы переселенец вышел из зоны АТО. Там были обстрелы, холод, голод, не было ничего. И пережив все эти психологические травмы, человек хочет, я не знаю, посидеть в тишине или там пройтись по парку, подумать о жизни, посмотреть какое-то кино. А вместо этого каждому переселенцу, в принципе, необходимо перед каждым человеком, которого он встречает в своей жизни, держать определенную планку. То есть вести себя как на собеседовании, стараться понравиться, рассказать о себе самое лучшее, показать себя с лучшей стороны. И, в принципе, быть таким себе психологом, очень чутким психологом, чтобы уловить настроение каждого человека, который его приютил, чтобы не задеть его, не обидеть. Потому что у этого беженца ничего нет. И единственное, за что человек должен держаться, так это за хорошие отношения, которые, в принципе, должны возникнуть между этим человеком и человеком, который предоставил ему жилье. Это не сложно, в принципе, если человек выезжает куда-то там на выходные с друзьям, к знакомым. Но если человек пережил иногда боевые действия, просидел кучу дней в подвале, у него погибли родственники, знакомые, то иногда человеку не хочется чувствовать, как понравится кому-то. Многим хочется сесть где-то в углу, либо просто в тишине пройтись по парку, либо, я не знаю, посмотреть телевизор, не есть макароны со всеми, а пойти купить себе, я не знаю, полкилограмма конфет и как-то разбавлять свою грусть. Грусть. То есть в теории, в принципе, эти люди, они столкнулись со второй проблемой, которую, возможно, многие даже сейчас не понимают. Они столкнулись с тем, что их приютили люди, которые насмотрелись украинского телевидения и пытаются понять, они приютили хороших людей или плохих. Вместо того, чтобы говорить, что вот они хорошие, они внутри, эти переселенцы, переживают свои моральные травмы и переживания, которые были у них во время осады городов. Вот такие мысли о беженцах, о переселенцах в этом коротком видео. Спасибо. 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 Спасибо.